Плесень дома сами странно. Добрый день, друзья! Сегодня в ролике я вам расскажу конкретно, почему я категорически против того, что люди выращивают дома у себя на окне триходерму. Сначала вспомним, что такое триходерма. Я не углублялся прям очень глубоко. Я прочитал описание на сайте пестициды.ру. Во-первых, триходерма существует, несколько штампов. Они друг друга особо тоже не любят. Они друг другу антагонисты. Поэтому, выбирая какой-то штамп триходермы, вы, соответственно, ее пытаетесь заселить у себя в землю. Вспомним, где она живет изначально. И вообще, откуда она взялась. Конечно же, из природы ее синтезировали и пытаются размножать, размножать, размножать. Размножает несколькими способами. То есть поверхностное и глубокое какое-то... Ну, это можете посмотреть в интернете. При размножении триходерма они потребляют большое количество азота. Также им очень важен температурно-влажностный режим. Если его не соблюдать, то получается, при развитии вот этого вот гриба, либо плесени, как называете... Ну, в простонародье это плесень. Зеленая плесень. Даже вот у всей ютуберы, которые рекламируют, растите дома, вот выросла у вас зеленая плесень. Все замечательно. Наросла, вон снизу желтенькая, сверху зеленая. Все как и должно быть. Все великолепно выросло. Пол-литровую баночку я уже использовал утром. А это литровая наша банка. А если выросла другая зеленая плесень, а их видов-то немерено, и все они относятся, многие, точнее, из них относятся к этому же виду, как и триходерма. Но не все виды триходерма и вот этой вот зеленой плесени вообще помогают нам в садоводстве. Если вернуться к тому, что она произошла из леса, скорее всего, эта триходерма синтезирована там, точнее, культивирована в лесу. То есть, соответственно, в лесу какие условия? Много целлюлозы. Она разлагает целлюлозу. Кстати, вот эти всякие холцеры там и фиголцеры. И бабушки наши там советовали всегда на дно грядки кидать деревяшки гнилые. Все-таки это, наверное, как-то связано с триходермой, потому что она разлагает целлюлозу. Соответственно, если вы положите уже начавшуюся разлагаться целлюлозу, а доска это в основном целлюлоза и есть, на дно грядки она там долго-долго этим будет заниматься. И, соответственно, вытеснять другие грибы и плесени. Так как некоторые говорят, что триходерма, она безопасна для человека, это тоже брехня. Я посмотрел ролик у Натальи Сморчковой, ссылочку, если не забуду, вставлю в описании. Если забуду, напишите, я обязательно ее вставлю в описании, либо в закрепленный комментарий, где она подробно, популярно объяснила, что триходерма, что нетриходерма, что горячая мульча. А они выделяют одни и те же вредные для человека вещества. Поэтому, когда вы это делаете на огороде, делаете в теплице, там концентрация этих веществ, этих спор каких-то еще там грибов, она ничтожно мала. А вот когда вы это дома, рядом с продуктами, да, в некоторых роликах, там, вот эти блогеры, которые, как определить, то выросло, не то, понюхайте. То есть, соответственно, вот эти споры вам будут залетать в легкие. А если у вас немножечко ослабленный организм, это также с официальных сайтов, пестициды.ру откройте. Также написано, что когда вы вдыхаете вот эту вот гадость, если у вас немножко ослабленный организм, приводят цирроз печени, астма, злокачественные и незлокачественные опухоли. То есть, целый хороший наборчик. И это у вас дома. И вот такие люди вам советуют, некоторые недобросовестные, на мой взгляд, вот сэкономить рубль. Я не покупаю, я не применяю. У меня все растет. Вот сэкономить. Выращивайте триходерму, это очень экономно по сравнению, чем покупать все время магазинную. Рубль, да, или там 500 рублей в год, вот выращиванием вот этого говна, извините за мой русский, дома у себя в холодильнике, да, там хранить надо в холодильнике. Вот вы это, сами понимаете, что вы яд, который яд, для человека это яд. В принципе, все вещества в определенной концентрации яд. Не дай бог приболели там, о, банку кто-то нюхнул, ну, просто посмотрел там, нормальное, ненормальное. В это время влетают вот эти споры грибов, попадает в кровь и понеслась. То есть, экономия должна быть экономной, но не на грани физического вашего устранения. Поэтому я категорически всегда был против. В 17-м году я в запрещенной в России соцсети Facebook открыл группу «Сад Огород Светник». С этого и началось мое блохерство. Было у меня течение людей такое, тысяч пять человек, наверное, ушло в итоге, которые советовали все это растить дома. И смотри, у меня ничего не болеет, все у меня хорошо, там все холодильники заставлены. Я говорю, ну, не нужно просто агитировать, в моей группе людей не нужно агитировать. Ходите, в итоге обиделись, ушли. Ну, ничего от этого, как бы, я не потерял. Я до сих пор считаю, что расти дома – это бред. Потому что столько нужно условий соблюсти, во-первых, стерилизацию посуды вы никогда не выполните на таком уровне. Понимаете? И не стоит забывать о том, что вот эти вот, применяя и внося всевозможные вот такие вот биопестициды, так сказать, да, биогербициды, свою микрофлору, они будут задавливать другую вашу микрофлору, которая у вас уже присутствует на участке. Если у вас нет болезней вот этих вот, которые, фитофтора, например, да, парша, то и нет смысла ее покупать. А вот если у вас есть, вы покупаете эту всевозможные средства, и они вам не помогают, то стоит задумываться об этом, да, то, что смысла использовать тот препарат, который не помогает, нет никакого. И почему же вот эти вот споры фитофторы, той же самой, да, все равно у вас ежегодно прилетают, да, если у вас такой есть препарат, почему он сам в земле не живет? Этот вопрос мне так никто и не ответил, да, а я думаю, что, скорее всего, ей просто не хватает этой триходермии. Я даже думаю, что она у меня может быть и есть, я просто ее не покупаю, она просто есть в земле, потому что на дно грядок я кидал досточки. Правда, от поддонов они гнилые, ну, я думаю, все-таки они как-то могли там попасть в эти споры какого-то штамма триходермы, и все прекрасно, они там размножаются, поедают ту же самую доску, та же самая целлюлоза, и, соответственно, размножаются. И тем самым блокируют распространение каких-то других патогенных грибов и плесеней. И поэтому вывод только из моего ролика может быть один. Если вы дружите с головой, то триходерму, если используете, покупаете ее, используйте ее на огороде. Либо, если вы ее хотите вырастить, я же не против, как бы, хотите вырастить, вырастить ее, возможно, но только не дома, на кухне. Выращивайте в сарае, в гараже, но там, где нет постоянного присутствия людей, и когда, почему вот на всех химпрепаратах, всяких вот этих вот таблетках пишут, не хранить вместе там с пищевыми продуктами. Только из-за того, что может человек по ошибке спросонья открыть там, вместо кофе насыпать вот этой хрени, ну, я образно, да, и попасть это будет внутриутробно, да. И при ослабленном организме, иммунка вся у нас в желудке, и при ослабленном организме просто не справится, да, и вы не получите какое-то отравление, либо приведет вообще, не дай бог, там, к летальному исходу. Поэтому тысячу раз подумайте, прежде чем дома экспериментировать с плесенью. Плесень дома сами странно. Дорогие друзья, будьте здоровы, не экономьте на своем здоровье. Помните, что здоровье не купишь. Хорошего вам урожая, здоровья и настроения. А если будет здоровье и настроение, то и урожай, соответственно, тоже вас порадует. До свидания, друзья. До новых встреч.